Около 20 тысяч человек вышли в минувший выходной на улицы города, чтобы принять участие в Гагаринском субботнике. Не только городские власти, но и служба благоустройства, сотрудники промышленных предприятий, управляющих компанией ТСЖ, ЖСК, жители. На совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной подвели итоги проделанной работы. На уборке города было задействовано 278 единиц техники, в том числе 68 самосвалов. Каждый из них сделал по несколько рейсов. Как результат, вывезено 1706 кубометров отходов. Помимо сбора мусора, участники субботника ворошили снег, который в теневых местах еще сохранился, а также ремонтировали дорожные ограждения, очищали фасады домов и световые опоры от незаконных объявлений. Была проработана схема по раздаче инвентаря, назначены были ответственные, ну и также была проговорена. Это схема сбора мусора и вывоза с территории городского округа Самары. Те планы, которые задачи ставились по видам работ и по объему по Гагаринскому субботнику, практически были выполнены. Единственный момент, то что немножко смазала погода, пошел дождь, поэтому во второй половине муниципальные предприятия также продолжали работать, но в основном уже на вывозки мусора. Особое внимание глава Самары Елена Лапушкина уделила ситуации с частичным обрушением входной группы 83-го дома на улице Куйбышева. Здание находится в стадии признания аварийным. С 2010 года там никто не проживает. В результате инцидента никто не пострадал, доложил глава Самарского района Роман Радюков. Сейчас там есть угроза обрушения? Сейчас угрозы обрушения там нет. Действительно, я вчера, как вам докладывал, это входная группа к этому, к основной литере А. Там никто не проживает. На первом этаже находится объект потреб рынка, на втором этаже никто не проживает. Глава Самарского района рассказал, что все противоаварийные работы по адресу были проведены. Управляющая компания вывезла мусор, образовавшийся в результате обрушения, оградила прилегающую территорию фан-барьерами. В ближайшее время будет решена судьба стены, выходящей на улицу Куйбышева, которая раньше была связана с пристроем, а сейчас оказалась без опоры. Экспертиза с участием представителей управления объектов культурного наследия покажет, можно ли ее снести. Виктория Шарая, Василий Колдашов, События.